растягиваем чтобы до обеих срок была посчитана энтропия вот суммарная энтропия теперь надо посчитать максимально возможную энтропию для этого я копирую конструкцию которую сделал это мне не нужно изменяю валидный процент на такой который соответствует максимально возможному разбросу максимальной энтропии максимальной неопределенности максимальная неопределенность достигается когда у нас поровну всех категорий в нашем случае две категории следовательно поровну было бы если бы каждая из них встречалась 50 процентах случаев вот максимальная энтропия делим реальную энтропию на максимальную вот собственно говоря величина поляризации изменения при помощи энтропийного коэффициента вариации то же самое мы можем применить для второй таблички видим что для второй таблички которая у нас относится к ситуации к анкетам более позднего периода двенадцатого года энтропийный коэффициент вариации чуть-чуть вырос совсем чуть-чуть за счет увеличения доли тех кто ответил что да участвовал в массовых демонстрациях теперь обратимся к переменным которые потенциально связаны с политической активностью рассмотрим интерес к политике возраст и ну пусть будет голосовал не голосовал на последних выборах посмотрим если какая-то в итоге посмотрим если связь между тем голосовал и выходил на массовую акцию давайте по очереди интерес к политике является ранговой переменной почему именно сугубо ранговой поскольку всего четыре ранга и они достаточно конкретизированы запустим описательную статистику для этой переменной опять же в разрезе и и и